здравствуйте всем кому интересна эта тема хочу показать вам лампочки которые купил недавно то есть не сегодня много искал почему-то решил купить именно эту фирму видекс очень хвалят очень уж и рекламировали интернете много и знаю говорят наравне уточнений не уступает по крайней мере с максусом максус конечно очень хорошая достаточно хорошая фирма и очень надежная но цена естественно мне дорогая но купил сегодня эти лампочки в общем интересно показать ты саму интересно посмотреть что они себе построить и представляет в реальности видекс чем не нравится что производитель много пишет информации на своей упаковке и говорят что это вся информация которая указана соответствует полностью своим то что представляет часто врут очень часто врут всякие не буду говорить разный фирм чтобы не обидеть их они но врут очень много ну например посмотрите класс потребления а плюс не просто а плюс это вообще хорошо 90 процентов экономии 90 ра обычно большесть лампочках 82 там 80 пишет меньше вот вообще очень плохого качества 50 тысяч часов максусе тоже столько же пишет 100000 включить выключить то есть они тоже от этого зависит без мерцания обещает производитель что не мерцает это хорошо мгновенный старт это тоже хорошо в экономках она секунды две загорелась здесь мгновенный это очень хорошо тоже но основном информация от производителя все на украинском вырублик женщине кнр то есть китайской народной республика делает и подставщик в украине я в украине покупал аллегро опт городе криво кировограде есть свой украинский сайт видекс юэй официальный то что в китае смотрите в китае тоже есть много очень хорошего качества на товарах сейчас большинство фейс товар делается китая просто китае есть низкого качества товара есть очень хорошего прям наравненном как не знают с apple можно сравнивать и с электроники здесь такие лампочки я читал есть двух классов есть премиум и эконом класса у меня получается премиум класс но здесь три года гарантии пишет в эконом 2 вроде пишет и там она легче я по весу чувствует лампочки вообще тяжеленькие ну где-то примерно сейчас открою одну например вот эту р-50 р-50 мне на точке нужно поставить 5 ватт это 5 ватт 500 люмен 4100 кельвинов но это свет яркий такой белый получается 2700 это самый желтый ну и получается 7000 синий прям аж уже холодный сильно цвет то есть мне что-то захотелось белый дневной свет такой он ярче светит чем обычная желтый цвет но хотя комнатная обычно в комнату ставят более такой теплый свет как обычная лампочка нахаривания но это заменяет 660 ватт лампу накаливания 5 ватт посмотрим как она горит эквивалентная еще показать это только для 14 тонкие у меня здесь вроде все напряжение идет от 175 до 250 вольт но это хорошо в основном чаще всего пишут до 230 максимум 240 но это и то 250 это вообще хорошо мало таких фирм делают по весу ну примерно как 4 обычных не знаю тяжеленькая такая увесистая на непонятно то ли пластик то ли керамика или сплав какой-то такой на ощупь холодноватый слегка но это точно пластик скорее всего да это пластик рассеиватель такие вот радиаторы как будто бы ну и там видно алюминиевая какая-то железная но такая в середине радиатор металлическая видно в дырке то есть в середине есть металл ну наверное он еще даже залит скорее всего там там таким специальным надводящим тепло знаю как назвать клеем или что он там ставит это в филипсах обычно так делают в филипсах вообще самые дорогие лампы но качественные сильно так смотрю посмотрим другую это как обычная 100 ватт заменяет заменяет 11 ваттная лампа эквивалент обычно есть даже отверстия для тестирования сразу подключил смотрит светится просто так не знаю может видели не у всех коробках такое есть просто показываю что он взял все четыре тысячи 100 кельвинов то есть белого цвета дневного почему-то почему-то так захотелось все здесь остальное вроде одинаковая информация такая вот тяжелая очень такая лампа довольно 11 ватт 4100 2015 год новенькая дата все пишет 50 60 герц такой рассеиватель довольно крупный бывает поменьше это должен быть неплохой так вот на всю комнату рассеивать я ее поставлю в кухню надеюсь ее одной хватит такой вот цоколь цоколь как будто бы ничего особенного нету такой обычной так есть инструкция в ней как будто бы как светильник купил такая не маленькая это по гарантиям все на украинском это и понятно вот сайт информация украинский адрес где кто это хорошо покупал в интернет магазине так как у меня такой фирмы не продают в городе нашел где-то там много искал не знаю выбирал долго выбрал наконец эту получается вам покажу по цене гарантия даже дается все на нее дается чек все как положено получается вот эта лампочка 11 ваттка она получается от этой фирмы самая такая мощная 11 ватт 27 то есть обычный цоколь и 27 112 гривен я покупал ее одну такую аналог 100 ваттки есть и поменьше такие типа на 75 ватт аналог есть и еще меньше там 60 вроде бы проверим потом сейчас еще покажу эти остальные свечки еще покупал разбирать их не знаю если будет какой-то брак или что то разберу покажу что в середине здесь все нормально будет но это полегче здесь 6 ватт 6 ватт заменяет 60 а в этой получается я говорю 5 ватт 60 заменять на это на люстру где-то так ставить с тонким соком есть с толстым но там заменяет 60 тоже такие тонкие радиаторы отводы 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 тепла попробуем включить чтобы постояла там с часик попробовать ее нагревается на сколько она нагревается скажу вам так вот эти три например разных то есть я покупал 8 штук 4 мне нужно на зал на точки одну я поставлю где-то в кухне это на люстру посмотрим как она светит так это я говорил по 112 я покупал 11 ватт 76 гривен и такая вот с 5 ватт заменяющая 60 ватт стоит 75 гривен то есть все за все мне обошлось 640 гривен 8 лампочек получается это достаточно так неплохой неплохая цена так как бы если покупал фирмы максус у меня наверное как минимум 800 даже мало было 900 гривен ушло бы на этих 8 то есть гривней 300 я думаю сэкономил на этой фирме но попробуем по качеству обещают что она не хуже максуса так что гарантия тоже хорошая все вроде бы устраивает магазин если кто хочет запорожье кибет называется посмотреть так ладно что еще рассказать попробую включить сейчас и посмотрю как она работает так смотрите покупал сюда на точку здесь одна сгорела у меня здесь у меня стоят вот такие обычные лампы это рефлекторная обычная лампа накаливания с этой светодиодкой сейчас попробуем вкрутить ее посмотреть как она работает как бы так взять его чтобы вам показать свет сначала выключить так видно включаем но намного ярче чем это но хотя это у меня рефлекторная рефлекторная старая стоит накаливание она у меня 40 ватт стоит вот этот желтый свет такой а это заменяет 60 ватт ну 5 ватт получается если сравнивать ну посмотрим как она мерцает нет нет вообще не мерцает абсолютно то есть не обманывает производитель это очень хорошо так это очень хорошо так еще попробуем показать другую лампу большую например у меня на балконе пока что так сейчас покажу как это светит лампа накаливания видите она мерцает ну видно что она мерцает то есть обычная лампа мерцает она сильно нагревается сейчас мы ее выкрутим вон она чуть-чуть нагрелась как-то так взять чтобы выключать и вам показать ну подождите сейчас положу так выкрутил теперь ставим новую 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 у нас она еще чуть-чуть больше вкрутить так все так теперь попробую ими включить она прям нахлот наклонилась тяжелая ого ого сильно сильно яркая свет конечно лупит очень-очень ослепит и не мерцает и не мерцает как видите да то есть тут спокойно можно сказать что это 100 ватт а стояла здесь тоже кстати 100 ватт только лампа накаливания да да сейчас выкрутим и вообще не нагрелась вообще никак как была холодная так и нет за пару секунд уже была нагретая а это вообще никакая ну вот если в принципе показать вам сравнение с этой лампой обычной лампочкой алича она даже поменьше чем эта она получается покрупнее достаточно так этот пишет 100 ватт 100 ватт это 100 ватт получается ну то есть 11 ватт просто эквивалент 100 ватт вот одинаковые считай должны были светить но это гораздо ярче чем это так что вот такая разница если хотите посмотреть рекомендую покупать вот такую лампу она намного она своих денег стоит 112 гривен за большую она вам за год наверное отобьет деньги запросто по своей стоимости ну то есть потому что она сэкономит за свет вам так еще которую показать ну еще эту вкручу сейчас попробуем на люстру так мы попробуем так вот так вот у меня люстра поставим ее в центр сюда как-то так она как-то так она как-то так она как-то вкручивается или вроде вкрутилась вроде стала правда тут у меня еще четыре штуки обычных накаливания но я сейчас их попробую выкрутить по очереди получается включу не докрутил получается значит значит точно не закрутил потому что как-то она еще крутится и крутится ой ой перекрутил уже наверное даже сломал наверно цоколь точно сломал цоколь что ж так делают а инвалиды бля понятно нужно бля двумя руками держать не затянуло значит потом покажу придется все-таки выключать телефон чтобы показывать телефоном снимаю может неудобно потому и так получается так в общем если найду какой-то брак или что там обязательно еще разберу и покажу что в середине ну я думаю там есть где-то видел в интернете тоже ролик где там человек показывал такие лампы тоже говорил что очень хорошие один даже какой-то разбирал но там он разбирал какой-то эконом классов там у него два года гарантии экономную какую-то то есть дешевые тоже этой фирме но просто старого образца типа дешевые посмотрите лучше покупать которые с тремя годами гарантии которые ну по сроку годности там наверное должно быть указано кстати здесь код украинский 48 первых первое иное число наверно наверно там пишет два года гарантии это в экономом классе и наверное ну по весу можно наверно ощутить она легче чем это это тяжелее ну не знаю если есть где-то в магазине выбор например вы можете зайти посмотреть и можете попробовать лучше покупать что-то которое премиум класса то есть лучше советую не пожалеть она не намного дороже там на чуть-чуть но зато она свою купит это точно так что еще если что-то еще нужно будет какие-то вопросы пишите обращайтесь может отвечу покажу если что смогу и постараюсь в общем как-то показать и объяснить если что вас интересует ладно пока что пока пока всего всего хорошего до свидания